Всем привет! Каждый день команда Универ Ньюз готовит для тебя порцию свежих студенческих новостей. В эфире я, Диана Шилова, и мы начинаем. Посол Нидерландов Российской Федерации посетила Казанский университет. В КФУ обсуждают вопросы кибербезопасности. Более двух тысяч студентов КФУ присоединились к флешмобу в Международный день мира. Чрезвычайный полномочный посол Королевства Нидерландов Российской Федерации госпожа Регина Джонс Босс посетила Институт международных отношений Казанского федерального университета. Подробности смотри в нашем следующем сюжете. 21 сентября Институт международных отношений Казанского федерального университета посетил чрезвычайный полномочный посол Королевства Нидерландов Российской Федерации Регина Джонс Босс. Участие во встречу принял проректор по внешним связям Казанского университета Ленар Латыпов. Благодарны, что вы нашли время встретиться с нашими студентами. Это студенты, это значит, дорогие будущее. Это дипломаты, работники международных компаний. Регина Джонс Босс отметила, что ей очень приятно вновь находиться в Казани, посетить Казанский университет. Своё выступление посол Нидерландов начала с вопроса, адресованного студентам. Она поинтересовалась, что они знают об этом государстве и рассказала о тесной связи России и Нидерландов. После речи стоялась сессия вопросов и ответов, в рамках которых студенты задали интересующие их вопросы, связанные с дипломатическими отношениями между Россией и Нидерландами, экономическими связями и многим другим. Стоит отметить, что это уже не первый визит чрезвычайного и полномочного посла Королевства Нидерландов Российской Федерации. Регина Джонс Босс. Ранее в КФУ она приезжала в 2017 году. Диана Шилова, Леонард Влесьяров, Универньюз. Как обеспечить кибербезопасность? Как в цифровом мире нужно бороться с терроризмом и экстремизмом? Эти вопросы обсудили в Казанском федеральном университете на круглом столе. Подробности в следующем сюжете. В Казанском федеральном университете прошел круглый стол института и практики обеспечения кибербезопасности. Российский и зарубежный опыт. Мероприятие организовано Департаментом по молодежной политике и кафедрой конфликтологии Института социально-философских наук КФУ. Есть мероприятия, ориентированные, скажем, в основном на взрослую публику или продвинутую. Вот это круглые столы, конференции, семинары. Но есть ряд мероприятий, которые придумывают сами студенты, которые самим студентам интересны. Они как раз связаны с различного рода информационными технологиями. Они связаны с демонстрацией, скажем, видеороликов различных и так далее. В круглом столе приняли участие представители не только Казанского университета, но и других вузов России. Кибердружины Татарстана и Совета безопасности в Республике Татарстан. Большая работа по подготовке специалистов информационной безопасности проводится и в Иннополисе, и у вас в университете, и в КАИ, и в КХТИ. То есть как бы база есть, но надо все-таки донести все эти проблемы до каждого жителя республики. На круглом столе были обсуждены темы профилактики кибербезопасности в КФУ, телекоммуникационных технологий в продвижении идеологии терроризма и другие вопросы борьбы с терроризмом и экстремизмом в цифровом обществе. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз. В продолжении круглого стола по кибербезопасности на университетских площадках стояла студенческая акция, завершившаяся запуском воздушных шаров. С подробностей со всех мест событий вас познакомит Аделя Шамилова. В Казанском университете чтут традиции не только родного вуза. Администрация, студенчество и преподаватели регулярно организовывают мероприятия, которые способны объединить целые сообщества. 21 сентября в КФУ состоялся День мира. Это Всемирный день добра и мира, и наш институт не остается в стороне. Мы считаем, что правильно говорить об этом и каждый раз призывать, вот очень много первокурсников вы можете увидеть рядом, каждый раз призывать их к этому же миру, потому что с каждым годом все больше и больше новостей, которые приводят больше в уныние, чем к радости. И этот день, наверное, как раз и приурочен к тому, чтобы все люди задумались о том, что такое добро. Честно говоря, я уже провожу это мероприятие в четвертый раз, и это каждый раз очень интересно и очень приятно видеть столько первокурсников, столько вообще студентов, которые приходят поддержать этот праздник, потому что это важно для каждого из нас, для каждого по-своему, но и для человечества в целом. Торжественный флешмоб, приуроченный к празднику мира, состоялся сразу на нескольких площадках Казанского федерального университета. Основной площадкой праздника стал КСК КФУ «Уникс». В общей сложности в мероприятии принимали участие более двух тысяч студентов. Также флешмоб состоялся на площадках Института управления экономики и финансов, Института фундаментальной медицины и биологии, Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого, Института международных отношений, а также на площадках набережной Челнинского и Елабужского институтов Казанского федерального университета. Для каждого этот праздник дорог, и каждый народ должен его праздновать, потому что добро правит миром. Я хотела бы пожелать всем удачи и быть счастливыми. Поддерживая традиции, в этот день студенчество и руководство Казанского университета выпустили белых клубей и шары как символ мирных намерений. Все присутствующие смогли в этот момент направить свое доброе слово вместе с улетающими птицами, пожелав скорейшего укрепления мира на планете. Ура, друзья! Внешкольное образование детей и мусульман во многом отличается от обучения среднестатистического ребенка. Именно эта тема стала главной на круглом столе, который прошел в Институте международных отношений КФУ. Давайте познакомимся со всеми подробностями в сюжете. О важности внешкольного образования детей и мусульман говорили в Институте международных отношений Казанского федерального университета. Ресурсный центр по развитию исламского и исламоведческого образования КФУ проводит такие встречи регулярно. Ислам – это прежде всего идеология. И мы хотели бы сегодня ознакомиться с теми людьми, кто на практике реализует исламское духовное воспитание вне мадресе, вне школы, вне садиков. Как это проходит, какие преподаватели, какие учителя там преподают и по каким программам. Почему же теме внешкольного обучения детей из мусульманских семей уделяется такое внимание? Чем же отличается преподавание детей и мусульман от обучения любого другого ребенка? Это отношение к светским праздникам. Мы знаем, что в Шариате есть разные мнения и разные родители придерживаются этих разных мнений. Кто-то водит своих детей на праздники Новый год, 8 марта, кто-то не водит. И вот чтобы нивелировать эти проблемы, существует такая ниша услуг – мусульманские детские сады. Кроме того, халяль питания, отношение к рисункам, отношение к музыке – это все напрямую связано с идеологией. Круглый стол внешкольное образование детей и мусульман, актуальное состояние и перспективы развития собрал всех, кто преподает в развивающихся центрах для детей и мусульман. Главная цель встречи – понять, с какими проблемами приходится сталкиваться в процессе обучения этих детей и какая программа и литература используются для преподавания. Организаторы отметили, что это ознакомительная встреча, после которой хотелось бы выйти на новый уровень взаимодействия ресурсного центра КФУ с развивающимися центрами. Анна Бузуна, Владимир Нерывин, Универ-Ньюс. Самое ожидаемое спортивное событие этого месяца – Суперкубок Казанского федерального университета по мини-футболу. Матч состоялся между Институтом социально-философских наук и массовых коммуникаций и Наберно-Челнинским институтом КФУ. Игра закончилась со счетом 0-2. Обладателем Суперкубка КФУ по мини-футболу стал Наберно-Челнинский институт. Сейчас мы предлагаем посмотреть вам лучшие голевые моменты матча. КОСТИ КОСТИ Они чуть-чуть более нацелены на ворота, хотя ударов нанесли не особо много. Вот сейчас опасно. Перекладина! Удар будет прямо в стеночку. Почему бы не пробить? Мимо, мимо, мимо ворот. Остается чуть-чуть больше. Ой-ой-ой, какой прекрасный розыгрыш углового. Сказал, что будет гол-раздевалка, будет счет 1-1. Удар-поворот, арм. Вратарь вступает. Вратарь вступает. Враться они не торопятся. Давыдов смог бы наказать. Ой, перехват! Ой, перехват! Во ноль сейчас. Гол. А на этом наш выпуск подходит к концу. Следи за нами в социальных сетях и будь всегда в курсе самых свежих новостей. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok